Амичи вместе с тем жалуются и на пыльных городских улицах. Грязно не только в спальных районах, но и в центре города. В соседних Кемерове, Новосибирске и Томске ситуации похожи. В среднем каждый из городов Сибири убирает около 45 специализированных машин. Довольны ли горожане качеством очистки и меняются ли ее технологии, расскажет Данила Выжевский. В Новосибирске уже несколько дней аномально теплая погода. Температура выше нормы на 3-8 градусов. Нет ни дождя, ни ветра. Из-за этого в городе традиционная весенняя пыль. Предельно допустимая концентрация превышена в некоторых районах в 4 раза. Улицы убирают 48 обычных подметальных машин и 10 пылесосов. Но результатов незаметно. Если будет разносить ветер, он все равно будет турбулярным потоком частично уходить в более верхние слои. По горизонтали будет распределяться. То есть все равно фактор снижающий. Но лучше, конечно, принять какие-то меры по очистке улиц. Потому что сильных дождей, в общем-то, мы не видим. Дожди, скорее всего, будут слабые. И, может быть, не повсеместно. Поэтому, конечно, нужно город чистить. К уборке уже приступили. Так, например, чистить Томск от последствий зимы теперь ежедневно выходят до 48 единиц техники. С их помощью убирают придорожную грязь. На то, чтобы привести город в надлежащий вид, потребуется полтора месяца. А в соседнем Кемерове тем временем уборку улиц подняли на новый уровень. Технология такова. В баки с водой поливомоечных машин добавляется специальное моющее средство. В результате эффект напоминает работу стиральной машины. Мы хотим попробовать и достичь того же эффекта, когда из пор дорожной одежды в результате химической реакции будет происходить абсорбация. И с помощью химических реагентов грязь, пыль будет комковаться. После чего можно запускать пылесос и щетки и эту грязь всю удалять. А мечи, в свою очередь, тоже жалуются на то, что в городе слишком грязно. Говорят, виноваты власти. Не следят за чистотой городских улиц. К слову, пыль оседает не только в спальных районах, но и на центральных магистралях. А как вы считаете, много пыли в нашем городе? Очень. А кто в этом виноват? Ну, скорее всего, дорожные службы, которые не моют асфальт. И куча машин, которые это все разносят. В общем, все вкупе образует пыль. Ну и кроме того, наверное, мы находимся все-таки в степи. И ветра делают свое дело. Существует три основных причины того, откуда берется пыль в городе. Первая и главная по объему – непокрытый грунт. То есть земля без газонов, не засеянная травой. Вторая причина, характерная для весеннего сезона – это остатки пескосоляной смеси. Третья – наименьшая по объему, но наибольшая по вредности – сжигание некачественного топлива в печах предприятий. В состав пыли в основном входит грунт. Но следует учесть, что он не чистый, а содержит в себе всевозможные примеси – из мусора, автомобильных выхлопов и выбросов заводов. И дышать этим, несомненно, вредно, уверяют экологи. Конечно, нельзя говорить, что это первая категория опасности, вещество. Но все зависит от объема. Мы же знаем, что есть даже профессиональные болезни, которые связаны исключительно с дыханием, допустим, угольной пыли. Да, там есть инфизема легких или какое-то другое заболевание, которое характерно тем, что попадая внутрь, внутрь легких, как правило, пыли, она потом трудно выводится. Есть ее много. Да еще если она содержит вредные вещества, то это разрушает наше здоровье. Данила Выжевский, Алексей Попов. Новости здесь. Омск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова